Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Вот, как сегодня слышали мы в чтении евангельском, встречает Господа Симеон, старец, Анна, пророчица, люди, которые ждали Господа всем сердцем, ждали Мессию, Анна в молитве и постепенно в храме, где Христана пребывала. И Симеон тоже ожидал от Господа спасения. И вот к таким людям Господь первым приходит. Да не к тем, кто чаял какого-то военного восстания, мятежа, свержения власти, от тех, которые в молитве, смирении ожидали избавления Израилева. И само имя, да, Симеон как услышанный, да и утешенный, как мы слышали, ждали утешения Израилева, да, вот сами их имена похожи, да, и сами имена соответствуют тому, что Господь их утешил, их услышал, их молитву и пришел к ним. И вот здесь Симеон говорит, что выбор будет происходить, да, кому на падение, а кому на восстание. Вот как люди будут на Христа реагировать, будут его принимать или отвергать, так и Господь вот к ним отнесется, примет и не примет, да. Вот мы с вами тоже живем в такое же время выбора. Все мимо нас, как вихрь проносится, а Господь ждет, ждет нашей реакции, как мы услышим ли Божий призыв в свое сердце, или наши страсти и пороки затмят этот призыв, не дадут нам Господу ответить. И наша суетность, наши будни не дадут нам Господу услышать. Так что не только для Израиля звучит этот призыв, но каждый день для каждого из нас. И в нашем сердце только этот призыв раздается. Как мы там сможем у себя Бога отыскать или нет, сможем Господу прийти. Вот такая и для нас важная задача сейчас встает. Мы знаем, что Израиль не смог ни язычников к Богу приводить, да, потому что не смог выработать такого вероучения универсального, потому что многие не хотели принимать, потому что обрезание надо, язычники многие считали это ниже своего достоинства, не хотели обрезываться. А тут Господь приходит, вроде бы такой универсализм дает, всех призывает, придите ко мне, труждающиеся, обремененные, я вас успокою, утешу, избавлю вас от ваших бед, от ваших скорбей, от вашей суеты, какой-то непригодности, говорит, каждого приемлю. Но даже на такой зову любви, порой человек не в состоянии откликнуться, потому что там, чего, ледышка, да. Вот так что дай Бог, чтобы у нас сердце наше размягчало, оттаяло и научилось в этой жизни слышать Бога. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok